Славься Бог Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами программа «Преображение». 6 января 1596 года, ровно 418 лет назад, родился знаменитый деятель украинского народа Богдан Михайлович Хмельницкий. О нем мы поговорим в настоящей передаче. В студии магистр богословия, протеерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий. Добрый день, отец Павел. Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего Гетлана войска Запорожского? Происхождение Богдана Хмельницкого было знатным. Он был сыном Михаила Хмельницкого, который был подстаростой. Довольно-таки высокая административная должность. И мать его была казачка, тоже непростого рода. Так что есть мнение историков, что сам Хмельницкий, которого от рождения звали Зиновий, считал себя шляхтичем. Нам сейчас нет необходимости выяснять юридические тонкости, признавали ли его шляхтичем в Польше или нет. Но, во всяком случае, он был из состоятельной семьи, которая была далеко не последним родом в то время в Украине. И, соответственно, это происхождение Зиновия Хмельницкого, который впоследствии уже получил имя Богдан, оно во многом отразилось на его характере. У него было от природы высокое самосознание, он себя считал непростым человеком. И впоследствии, когда он сталкивался с разными историческими личностями, то мы не видим, чтобы он испытывал какие-то комплексы перед шляхтой или перед русскими боярами, или перед знатью татарской или турецкой, он сам себя считал достаточно знатным и воспитанным человеком. И, наверное, он получил хорошее образование? Разумеется. Образование он получил по тем временам замечательное. Причем начал он это образование в Киево-Братской школе, которая была основана в 1615 году. А поскольку сам Хмельницкий был 1596 года рождения, то как раз к тому времени, когда он достиг возраста для получения высшего образования, школа эта уже существовала, хотя, очевидно, уровень ее был еще не настолько высоким, чтобы можно было им окончательно ограничиться. Поэтому свое образование он продолжил во Львове, что интересно, в иезуитском коллегиуме. А потом еще путешествовал по Европе, где, очевидно, тоже имел возможность слушать какие-то лекции, восполнять еще дальше свое образование. И в результате он владел всеми этими науками, которые в то время считались обязательными. В особенности ему пригодилась риторика, ораторское искусство и знание языков польского, латыни и некоторых других языков, которые он изучил впоследствии. А каким образом Богдан Хмельницкий оказался в турецком плену? Надо сказать, что отец его, Михаил Хмельницкий, был на службе у польского короля. И, соответственно, те войны, которые вел польский король, они были обязательны и для его участия. И вот в одном из таких сражений, когда польская армия при поддержке украинского казачества воевала против татар, в битве под Цецурой был смертельно ранен Михаил Хмельницкий, отец Богдана. И сам Богдан, который участвовал тоже в этом сражении, он попал в плен. И два года он провел на турецких галерах. Это было очень тяжелое время в его жизни, и было вообще неизвестно, сможет ли он его пережить. Но, очевидно, запас прочности и в его характере, и в его организме был вполне достаточным, чтобы даже извлечь пользу из этого трудного времени. Он изучил турецкие и татарские языки, что ему впоследствии очень пригодилось в переговорных процессах в дипломатии. И впоследствии, по некоторым данным, он был выкуплен из плена, а другим данным он сбежал из плена. Во всяком случае, вернувшись к себе на родину, в субботах на Украину, он поступил в реестровое казачество и продолжил военную службу, как один из наемников польского короля. Правда ли, что в молодости Богдан Хмельницкий воевал против России? Да, это нужно признать. Действительно, был такой факт в его биографии. Хотя сейчас это довольно странно звучит, когда мы знаем, что именно Богдан Хмельницкий был той исторической личностью, которая более всего повлияла на воссоединение Украины с Россией. Но в молодости он действительно участвовал в некоторых военных кампаниях польского короля Владислава IV против Российского царства. В частности, в 1634 году он участвовал в осаде Смоленска, который поляки считали своим городом и пытались его у России отвоевать. И не просто формально числился в составе войска, а проявил личную храбрость, за что был награжден королем Владиславом лично золотой саблей. Это не единственный случай вообще в украинской истории, когда такие вот заметные исторические личности именно в составе польских войск воевали против России. Тот же самый Гетман Сагайдачный, например, участвовал в свое время в осаде Москвы, опять же, на стороне поляков. Необычное для современного мира положение вещей. Скажите, о каких еще военных кампаниях участвовал Хмельницкий на стороне польского короля? Некоторые историки считают, что он принимал непосредственно участие в войне Франции против Испании, которая проходила в середине 40-х годов. С 2000-м отрядом украинских казаков он был приглашен как союзник Польши для участия в войне Франции против Испании. И хотя сведения об этом довольно отрывочны, но впоследствии сам Хмельницкий с удовольствием вспоминал о том, что он был в свое время под патронатом, под начальством французского принца. С чем связаны перемены отношения Богдана Хмельницкого к польскому правительству? Было судьбоносное событие в жизни Богдана Хмельницкого, которое в корне изменило его отношение к Польше и соответственно к России, потому что когда у него случилась именно личная семейная трагедия, то тут уже все политические расклады отступили на второй план. А случилось так, что его личный враг, польский подстароста Чигирина Чеплинский, похитил во время отъезда Хмельницкого его любимую женщину. Надо сказать, что Хмельницкий был трижды женат в своей жизни, и когда его первая супруга, Анна Самко, скончалась, то он вступил в отношения с женщиной, которую звали Елена, и хотел на ней жениться. Но не успев этого сделать, он лишился, потому что она была украдена Чеплинским. А у него была очень сильная любовь к Елене, и он очень тяжело переживал это событие. И когда это событие случилось, то он решил обратиться в суд и подал жалобу в польский сейм, для того, чтобы ему возместили убытки, потому что мало того, что его любимую женщину украли, так еще разграбили его имение, и почти до смерти, до полусмерти, засекли его сына. Он пытался найти справедливости в польском суде, но суд отнюдь не был склонен удовлетворить его жалобу, потому что он судился с поляком, а отношение поляков к украинцам было довольно уничижительным. Тогда он обратился лично к польскому королю, к своему сузерену за помощью, но в то время ситуация в Польше была такая, что власть сейма и влияние сейма были больше, чем влияние короля. И король понимал, что он не может ничего сделать, поэтому он сказал, что я удивляюсь, как это казаки, которые имеют сабли за поясами, не могут сами защитить своих привилегий. И вот эта фраза, которую он произнес, не думая, какие будут у нее последствия, она как раз и стала судьбоносной, не только в жизни Богдана Хмельницкого, а вообще в истории Восточной Европы. Потому что, услышав вот такое ироническое замечание, Хмельницкий решил, а почему бы и нет? И вот именно с этого началась история казаческих восстаний именно под его руководством. Вот к чему приводит иногда ирония. Да, слово «не воробей вылетит, не поймаешь». Расскажите вкратце, как складывалось казацкое восстание против Польши. Интересно заметить, что казацкие восстания были и до Хмельницкого. Они были не такими масштабными, не такими успешными. И когда они происходили, то рано или поздно они подавлялись польской властью. Только в одном из них участвовал Хмельницкий, есть об этом указание, он был писарем войска. Но когда случилась вот эта история в его личной судьбе, он, будучи очень умным от природы человеком и талантливым стратегом, понял, как именно нужно действовать. И вот его поэтапные военные кампании, начиная с малого и дальше все крупнее и крупнее, шли, с одной стороны, успешно благодаря его личным дарованиям, но мы можем в этом усмотреть и особое Божие благословение. Сам Хмельницкий видел в этом благословение Божие. Впоследствии, общаясь с польскими послами, он говорил, что я маленький незаметный человек, но Бог дал мне такую власть, что я теперь стал защитником всего русского народа. Интересно, что когда он говорил с польскими послами, он говорил именно о Руси и о народе русском, а не об Украине. В то время, очевидно, все-таки это была терминология более употребительная, говорить именно о южной, о юго-западной Руси. И вот когда он таким образом успешно одержал победы под Корсунем, под Желтыми Водами, а потом особенно под Пилявцами, то весь украинский народ обратил на него внимание. И в нем увидели давно чаемого избавителя от ненавистной власти Польши. А она была ненавистной по нескольким причинам. Прежде всего, конечно, по религиозной, потому что поляки, будучи католиками, они считали, что православные украинцы – это схизматики, это раскольники, это вообще неполноценные люди, и всячески унижали их, в том числе и по религиозным мотивам. И вот когда появился такой вождь, над которым явно было видно Божие благословения, то поддержка народа была ему обеспечена. Братья-атаманы, у меня плохая весть. Наш защитник и благодетель, король Владислав IV, умер. Надо совет держать. Ждать, пока силы соберем. Или... На Ярему. На Ярему. А кто наш враг, Ярема? На Ярему. Накал его. На Пальзни. Тугай-бэй взял Ясырь и ушел в Крым. Вернется только через месяц. Мы пойдем на Ярему без татар? На Ярему. Напишем ему письмо, что, мол, войны мы не хотим, а только уважение наших прав. Письмо. Письмо. Расскажите подробнее о триумфальном въезде Богдана Хмельницкого в Киев в 1649 году. Вот после этих первых побед Хмельницкий осадил Львов. И ему удалось тоже взять этот город. Так что после уже этого военного успеха он вернулся в Киев как настоящий триумфатор. И был с восторгом встречен буквально всем народом. И студенты Киевской Могилянской академии его приветствовали стихами, которые сложились специально в его честь. И называли там его Богом данным Моисеем, который должен спасти свой народ. Вот патриарх Паисий Иерусалимский, который в это время как раз находился в Киеве, который ехал из Иерусалима в Москву и проездом как раз через Киев, в это время там очутился. Вот он тоже очень сильно поддержал Богдана Хмельницкого. Он в Софийском соборе прочитал над ним отпущение его грехов. И даже есть такие сведения, что он заочно его обвенчал с Еленой Чеплинской, которая была украдена у Хмельницкого, но впоследствии ему удалось ее вернуть. Но в тот момент она не присутствовала. Поэтому мы, конечно, сейчас затрудняемся точно объяснить, в чем могло состоять это заочное обвенчание. Но, скорее всего, была заключена грамота о благословении патриарха на вступление в этот брак. Но это тоже было очень немало, потому что там была запутанная ситуация. Чеплинская, в общем-то, имела живого мужа. И хотя он был католиком и не венчались по католическому обряду, но, тем не менее, тут возникал определенный казус. Так вот, лично патриарх Паисий дал им такое благословение Богдану и Елене на вступление в брак. И, кроме того, произошло еще одно очень знаменательное действие именно при въезде в Киев в 1949 году. Это то, что каримфский митрополит Иоасаф припоясал Богдана Хмельницкого мечом, который был освящен на гробе Господнем. И это все было символическим действием с целью освободить Украину от унии с папским Римом, чтобы сделать Украину по-настоящему православной страной. Казацкая еда Если узко, то мы расширим. Поздновато принесли вы мне булаву. Надо было раньше. Теперь мы в силе. Война станет погибелью для вас и для нас. Правда! Правда! Лжошки сеть! Для вас погибель. Но не для нас. Я ваш по вере и по крови продался ляхам. На нашей земле нет ни шляхты, ни ксёзов. Наша власть, наша вера. Выполните условия мир. Не выполните война. Так, братья Атамайна? С чем было связано желание запорожских казаков перейти под власть русского царя? Успехи казацкого войска под руководством Богдана Хмельницкого, они были всё-таки довольно локальными. И даже битва под пелявцами, которая была очень серьёзным ударом для польской армии, всё равно она не могла сломить полностью военной мощи Польши. И Богдану Хмельницкому было ясно, что в одиночку Украина не справится со всеми внешними врагами. Ему нужно было обязательно переться на какого-то мощного союзника. И он вёл переговоры с турецким султаном, с крымским ханом, со шведским королём и с российским царём. То есть с поляками он уже понял, что он не может вести каких-то конструктивных переговоров, потому что вражда народа против поляков была настолько велика, и, соответственно, поляков против украинцев тоже, что уже нельзя было говорить о совместном проживании под одной какой-то государственной властью. И вот когда он выбирал всё-таки с кем заключить союз, то он, в общем-то, главным фактором для принятия решений избрал вероисповедание. Он понял, что именно единоверческий русский народ, царь русский, который был православным царём, он будет самым надёжным, самым верным союзником для Украины. И, как показала впоследствии история, даже при всех тех нюансах, которые случались в дальнейшем, это был правильный выбор. И вот этот выбор, который во многом зависел именно от Богдана Хмельницкого, потому что когда на Переославской Раде он предложил, кого из четырёх государей казаки хотят себе в покровители, под скипетр кого они хотят вступить, то мнение уже было подготовлено. То есть, на самом деле, решение казаков, оно прозвучало, но оно было уже прогнозируемым. И они единогласно сказали, что хотим быть с русским царем. Отец Дмитрий, в чём был исторический смысл запорожского казачества для Украины? Украинское казачество было, во-первых, очень мощной военной силой. Да, оно не могло обеспечить постоянной защиты границ всей Украины, оно не могло обеспечить суверенного существования Украины и преодоление всех внешних влияний. Но, во всяком случае, все враги Украины знали о том, что эта сила существует и что, совершая какие-то набеги, например, как это делали татары или турки, они не могут слишком долго задерживаться на территории Украины, потому что будет возмездие для них. Оно всё равно наступало, потому что казаки, которые предпринимали военные акции, они, во-первых, зачастую успевали предотвратить вывоз пленных с территории Украины, они совершали вылазки даже в саму Турцию, и Хмельницкий тоже в таких вылазках участвовал. Один раз даже удалось им захватить предместер Константинополя. И это всё, конечно, влияло на самосознание народа. То есть люди знали, что всё-таки есть у них защитники. Кроме того, казачество являлось таким вот идеологическим оплотом, потому что все знали, что казачество является православным, что все казаки обязательно исповедуют православную веру. На Сечи всегда был православный храм, где служил православный священник. И поэтому каждый православный человек в Украине знал, что у него есть защитники, которые не позволят этому какому-то беспределу продолжаться вечно. Что обязательно рано или поздно придут люди, которые его защитят. Так что в этом плане казачество, конечно, это с какой-то стороны было такое вот элитное подразделение. То есть не все могли стать казаками. И некоторые историки, они подчеркивают вот именно эту сторону казачества, что на самом деле по сравнению с общим населением Украины казачество было сравнительно малочисленным. Но почти каждый мужчина в Украине хотел быть казаком. И вот это был какой-то такой вот романтический идеал, к которому многие стремились. Некоторые его достигали, уходили на сечи, становились казаками. И в любом случае, все-таки, прежде всего, это вот была такая военная сила, которая всегда стояла на страже православной церкви. Какими были характерные особенности личности Богдана Хмельницкого? Богдан Хмельницкий был очень одаренным от природы человеком, и таланты его были разнообразны. Он был очень хорошим оратором, прекрасно владел словом. Он был также хорошим писателем. От него не так уж много сохранилось писем, но те, которые сохранились, показывают, что он очень хорошо владел пером, и его речь была речью образованного человека. Он знал много языков. Кроме того, он очень хорошо разбирался в оружии, в лошадях. Ну и очень любил народный фольклор. Фольклор песни, танцы, музыку народную – это то, что постоянно имело место при его застольях. Это была такая культурная программа, которая, с одной стороны, помогала развлечь гостей, а с другой стороны, это вместе с тем поддерживало само по себе народное творчество. То есть люди знали, что высшая государственная власть в Украине, она покровительствует искусству. Кроме того, Хмельницкий был покровителем образования. Известно доподлинно, что он оказывал материальную поддержку Киевской Могилянской академии. Эта поддержка была серьезной, стабильной. Так что в этом плане не только церковь как таковая, а именно духовное образование в Украине, оно было под его личной опекой. Отец Дмитрий, как закончилась жизнь Богдана Хмельницкого? Жизнь Богдана Хмельницкого окончилась сравнительно в не старом возрасте. В 1957 году он почувствовал приближение смерти и успел сделать завещание, чтобы его похоронили в Субботове в его родовом поместье. Умер он от инсульта, было кровоизлияние в мозг. И в церкви Ильинской в Субботове был похоронен он рядом со своим сыном Тимошем, который тоже скончался к тому времени и который был тоже очень талантливым человеком, но, к сожалению, был убит во время сражения, еще будучи молодым. Впоследствии, через 7 лет после смерти Хмельницкого, прах и его сына поляками был выброшен на поругание, когда они захватили и разорили Субботов. Но, тем не менее, вот эта церковь сохранилась до сих пор, где он был погребен. И, кстати, есть интересная такая традиция, что якобы люди, у которых есть проблема бесплодия, они могут поехать в Субботов в родовое поместье Хмельницкого, и там есть такой колодец, что если женщина попьет из него, то у нее родятся двойняшки. Вот я не знаю, насколько это правдоподобная версия, но она довольно широко распространена. Интересная информация. Да, в украинском народе. Именно в Субботове находится этот источник. Отец Дмитрий, каково значение деятельности Богдана Хмельницкого для истории православия в Украине? Роль Хмельницкого очень велика. И думается, что она могла быть еще больше. Как считает историк Николай Ульянов, если бы Богдан Хмельницкий в этих своих походах военных опирался более широко именно на массы народные, на простых людей, то его успех был бы гораздо больше. К сожалению, Богдан Хмельницкий был человеком все-таки своего времени и своего сословия. И будучи сам человеком знатным, он опирался больше на казацкую старшину. И действовал в ее узкокорпоративных интересах. Поэтому в тех случаях, когда он мог бы каким-то там своим указом, универсалом объявить какие-то привилегии для простого народа, уменьшить, подойти, если даже не полностью освободить, скажем, от зависимости крепостной, то, по крайней мере, какие-то дать существенные льготы, вот он боялся это сделать, потому что не хотел потерять поддержку шляхты, поддержку казачества, знатного, богатого, реестрового. И вот это было постоянной проблемой в его жизни, которую он так до конца не смог решить. Поэтому думается, что если бы он стал по-настоящему народным вождем и произвел бы какие-то социальные, широкомасштабные реформы, он бы стал по-настоящему великой исторической личностью. Он, конечно, и так является исторической личностью, но, тем не менее, все-таки, мне кажется, в силу определенных причин он не до конца реализовал тот потенциал и те возможности, которые были даны ему от Бога. Спасибо, Господи, Сергей Дмитриевич, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы переходим к нашей следующей рубрике. Две тысячи лет назад Вифлеем был полон народа. Люди собирались наперебить жителей Римской империи. Святому семейству не нашлось даже скромного дома, хотя по плоти он был единственным прямым наследником царя Давида. Теперь над пещеркой, где родился Спаситель, построена Церковь Рождества. Вглубь нее ведут несколько ступенек, расположенных справа от алтаря. Серебряная звезда точно обозначает то место, где родился Мессия. На звезде можно прочесть надпись, сделанную на латыни. Здесь от Димы Марии родился Иисус Христос. Рядом Яслия, куда Богоматерь положила младенца. Можно представить, как двери хлево распахнулись, и в многих одеждах в него вошли три восточных царя. Балтасар, Даспар, Мальхиор. Дар новорожденному богомладенцу они принесли богатые дары, исполненные глубокого смысла. Ладан, Богу, золото, царю, смирно, благовонное масло, которым помазывали умерших, сыну человеческому. Эти дары Волхвов сохранились до наших дней. Святыни находятся в монастыре святого Павла на горе Афон. Говорят, от них и поныне исходит благоухание. Рождество Христовым всем желаем радости, счастья, благополучия, телесного и духовного здоровья. Рождество Твое, Христе Божий наш, воссиял миру свет разума. Такими словами встречают приход спасителей здесь, в России, и верят, что в День Рождества освещает далекий свет Вифлеемской звезды, широкий российский простор. Идет третье тысячелетие от Рождества Христова. В России восстановлены из пепла тысячи храмов. Вознесшиеся над землей Христы ограждают мир от конечной гибели. И многие-многие человеческие души переживают главное чудо. Чудо преображения. По традиции, великому празднику предшествует сорок дней рождественского поста, во время которого принято воздерживаться от молочной и мясной пищи. Но это лишь средство для достижения главной цели. И в том, что для себя выгодна ощутимой радости праздника, встреча со вступающим мир спасителем. Ведь таинство Рождества каждый раз переживается как-то заново. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok